приветствуем вас на нашем канале youtube команда мечты балхай мы очень рады что вы сегодня присоединились к нам на наш онлайн семинар по традиции мы наш семинар начнем с девиза компании атоме заботиться о душе создавать видение следовать вере служить смирение атоме 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 а атоме атоме в последнее время ситуация немного тревожная не так ли да даже если экономика страны быстро развивается в целом это не влияет на ваше благосостояние а также разумеется на рост вашего семейного бюджета независимо от того как стабильная хорошая экономическая ситуация страны рост экономики на 2-3 процента не будет иметь большого влияния на ваш личный доход например если ваш доход в 3000 долларов был увеличен до 3300 долларов сильно ли изменится ваша жизнь человек который зарабатывать 1000 долларов теперь зарабатывать 1030 долларов сильно ли изменится от этого его жизнь хотя хотя да развитие экономики страны имеет важное значение но еще важнее развитие нашей личной экономики в зависимости от ваших мыслей целей ваш семейный бюджет может увеличиться на сто процентов двести процентов пятьсот процентов или даже тысячу процентов таким образом то на чем вы должны сейчас сосредоточиться это изменение рост вашего семейного дохода если вы хотите улучшить экономику страны то нужно начать с улучшения вашей личной экономики на данный момент большая часть государственного бюджета выделяется на помощь нуждающимся бюджет кореи составляет 300-400 миллиардов долларов и четверть этой суммы используется для помощи нуждающимся в виде системы социального обеспечения однако если бы эти люди не принадлежали к этой группе то та часть бюджета которая выделялась им была бы инвестирована в другие области тем самым развивая экономику и улучшая макроэкономические показатели поэтому вы не должны беспокоиться об экономике страны будет лучше сосредоточиться на собственных финансах если вы действительно хотите внести свой вклад в экономику страны а не просто переживать вы можете заплатить больше налогов государство выделяет деньги в разные сферы и поэтому оно всегда нуждается в средствах вместо того чтобы рассчитывать на получение чего-то от государства лучше подумайте о том как вам самому стать богатым человеком который платит много налогов вы должны поставить перед собой цель я обязательно стану богачом и буду отдавать часть своего дохода государству в виде налогов у вас должно быть такое отношение да теперь давайте поговорим о том что нужно сделать для того чтобы обеспечить себе достойную жизнь что нужно сделать чтобы хорошо жить мы все работаем чтобы хорошо жить верно? большинство людей работают чтобы заработать деньги но конечно бывают и исключения таким образом если вы занимаетесь собственным бизнесом или работаете в компании с целью заработать денег то вы должны выполнять свою работу должным образом чтобы назвать это настоящей работой например когда вы моете посуду вы считаете работу законченной когда не осталось грязной посуды но если вы сказали я закончил с посудой а у вас еще осталась грязная посуда то вы человек который не справился со своей задачей аналогично если вам постоянно приходится работать чтобы заработать то это значит что вы не умеете зарабатывать деньги если вы спросите кто же он тот кто действительно умеет зарабатывать деньги я скажу тот кто за раз заработал такое количество денег что он может больше не работать и жить всю оставшуюся жизнь на эти деньги когда все что вам осталось сделать это просто тратить деньги в этом случае вы действительно заработали другой же способ это создать систему позволяющую получать пассивный доход то есть сделать так чтобы не приходилось работать например что происходит с певцами записавшими альбом они могут получать прибыль от альбома даже не выступая не так ли это люди которые заработали выполнили свою работу люди которые работают и получают от трех до семи тысяч долларов в месяц и думают я зарабатываю деньги будут работать до выхода на пенсию этот круг никогда не замкнется это не является зарабатыванием денег как же вы вообще можете утверждать что зарабатываете деньги то что вы делаете это сводите концы с концами в конечном счете вы ничего не зарабатываете а только тратите заработанное и свою жизнь поэтому если у кого то есть сомнения по поводу своей жизни после пенсии это значит что он не работает должным образом у вас должна быть четкая концепция работы и план действий когда вы найдете источник постоянного заработка и исключите необходимость работать вы можете с уверенностью сказать что вы заработали выполнили работу это и называется настоящей работой только тот кто заработал выполнил свою работу большинство людей тратят свою молодость и жизнь просто сводя концы с концами и упуская возможность заработать пока у них не закончатся силы и энергия наши лучшие мастера зарабатывают не менее 20 тысяч долларов в месяц есть и те кто зарабатывает от 30 до 40 тысяч долларов в месяц и даже 50 тысяч долларов в месяц даже если они не будут работать они все равно будут получать эту сумму кроме того эта система дохода может быть передана по наследству до третьего поколения то есть они могут обеспечить стабильный заработок и своим детям и своим внукам у них тоже не будет потребности работать и зарабатывать вот в таком случае вы выполняете настоящую работу атоми создала систему позволяющую вам перестать работать но зарабатывать теперь вы понимаете что такое настоящая работа зарабатывание денег не должно занимать у вас целую жизнь если вы не можете заработать выполнить свою работу в течение трех-пяти лет то это означает что вы выбрали неверное занятие итак вам теперь интересно узнать как стать успешным и что для этого нужно сделать для начала вам нужно изменить направление мыслей было время когда дистрибуция или продажи не были так популярны почему потому что было множество других способов обеспечения финансовой стабильности однако времена сильно изменились по статистике 16 процентов так называемых белых воротничков юристы и бухгалтеры едва ли зарабатывают две тысячи долларов в месяц из-за жесткой конкуренции в этих профессиональных областях многие предполагают что ситуация усложнится еще сильнее во времена когда я заканчивал школу тот кто был белым воротничком имел хороший доход и на встрече выпускников можно увидеть своего одноклассника врача который живет себе припеваючи в своих нескольких загородных домах в прошлом вы могли загребать деньги лопатой работая дантистом не так ли а что теперь из-за жесткой конкуренции многие из них едва ли сводят концы с концами после оплаты счетов и ипотеки и лишь малый процент из них преуспевает аналогично финансовое положение молодых бухгалтеров весьма нестабильно по сравнению с их старшими коллегами в начале их карьеры все изменилось сейчас эти профессии уже не являются такими престижными гарантирующими финансовую стабильность это все ушло в прошлое в противоположность дистрибьюторство стало той самой сферой открывающей новые возможности в зале присутствуют представители роял клуба среди которых есть и те кто преуспевал в прошлом а также не очень преуспевал но тем не менее их нынешний доход выше чем у большинства людей работающих в других отраслях думаете возможно приносить домой по крайней мере от 20 до 50 тысяч долларов в месяц будучи представителем малого или среднего бизнеса ничего подобного даже если вы управляете крупным предприятием принести домой десятки тысяч долларов очень трудно времена изменились в былые времена можно было зарабатывать большие деньги на производстве сейчас же конкуренция высока что произойдет если вы откроете придорожный магазин сейчас улицы переполнены этими магазинами особенно в Корее вы можете найти не менее пяти магазинов на одной улице где и одного магазина было бы достаточно поскольку продажи поделены между пятью магазинами их прибыль от этого страдает и мы видим ситуацию когда постоянно меняется вывеском магазин аналогично даже если вас примут на работу значит ли это что вы будете обеспечены на всю жизнь нет тот факт что вы много учились и стали профессионалом не гарантирует вам финансовую безопасность мы в такой ситуации не потому что что-то пошло не так это признак того что страна развивается пропасть между богатыми и бедными становится все больше производительность капитала становится выше производительности труда поэтому когда одни люди начинают зарабатывать приличные суммы денег другие люди теряют такую возможность в соединенных штатах разница доходов десяти процентов обеспеченного населения и десяти малообеспеченного отличается примерно в восемнадцать раз в корее ситуация немного лучше потому что разница составляет десять раз это является средним показателем по ОССР поэтому мы должны принять это как определенное социальное явление вы знаете почему потому что это естественное явление для развитых стран нужно оценить ситуацию в мировом масштабе выяснить в чем государство преуспевает по сравнению с другими странами исходя из этого нам нужно направить свои силы на создание лучшей системы на создание государства всеобщего благосостояния важно помогать нуждающимся такая политика поможет стабилизировать общество что мы должны делать вместо того чтобы полагаться на страну вам нужно зарабатывать достаточно денег и стать гражданином который платит большие налоги тем самым помогая пополнять бюджет выделенный на социальные нужды я призываю вас отказаться от пенсии наши представители роял клуба не получают пенсию если у вас есть постоянный доход то страна выплачивает вам пенсию или нет нет мы только продолжаем платить налоги так что же лучше получать пенсию или просто добросовестно платить налоги хотя было бы неплохо получать ежемесячную пенсию благодаря отчислениям которые вы вносили со своего дохода но на самом деле большинство людей получают деньги которые предоставили богатые поэтому какими людьми вы должны стать вы должны стремиться стать тем кто просто получает пенсию или тем кто платит налоги всю оставшуюся жизнь вы должны стать налогоплательщиком не надейтесь на пенсию потому что самое большее что вы можете получить в Корее это 1500 долларов в месяц почему бы не отдать эти деньги нуждающимся вы должны сказать себе мне не нужна пенсия зачем мне получать ее у вас даже нет гордости как вы можете радоваться получая чужие деньги и говоря пожалуйста дайте мне больше вам должно быть стыдно вы ведь все помните что сказал бывший президент США Кеннеди он сказал не спрашивайте что ваша страна может сделать для вас спросите что вы можете сделать для своей страны эта фраза известна вам давно и когда вы впервые услышали вы восторгались какие правильные слова так почему вы не живете согласно этой идее разве воплощение этой идеи в реальность не значило бы что вы прожили правильную жизнь а теперь перейдем к тому как стать успешным в атоме зарабатывать 50 тысяч долларов в месяц вкладывать в пенсию и обеспечить достойной жизнью не только себя но и своих детей и своих внуков у вас есть все необходимые способности для того чтобы стать успешным в атоме есть ли среди присутствующих люди с плохим зрением или те кто с трудом встречается с клиентами из-за отсутствия ноги в своей недавней поездке в США я увидел один интересный плакат в аэропорту там было изображение спринтера без ноги бегуна на короткие дистанции без одной ноги надпись на плакате гласила это только нога а не голова что же это значит этот спортсмен говорил что он потерял не голову а всего лишь одну ногу вот что значила надпись несмотря на то что он потерял ногу он все равно занимался спринтом у него был протез но он бегал наравне с остальными потому что он потерял не один из незаменимых органов таких как голова или сердце а всего лишь одну ногу таким образом даже если у вас есть физический недостаток пока у вас есть голова и сердце вы можете все преодолеть если у вас есть способность говорить слышать есть руки чтобы носить продукты атоме можете ходить на своих ногах и находить покупателей это все что вам нужно для того чтобы стать успешными вам дана голова чтобы думать доброе сердце чтобы любить вашу семью вам дано все для достижения успеха так почему же вы этим не пользуетесь те кто не сумел добиться успеха присоединившись к атоме плохие люди для чего вам глаза как насчет вашего рта он дан вам для того чтобы вы рассказывали людям которые берегут каждую копейку про то какие замечательные продукты по низкой цене они могут приобрести и к тому же они могут получить прибыль от этого использовать продукты атоме только для себя плохо вам дано доброе сердце ради того чтобы помочь человеку отчаянно ищущему работу сказать ему я нашел кое-что стоящее давай работать вместе и мы добьемся успеха вы что не можете определить хорошо пойдет этот бизнес или нет вы настолько несообразительны разве вы не понимаете сколько усилий нам понадобилось для того чтобы отобрать лучшего качества продукт по приемлемой цене невообразимые усилия первоначально хемохим стоил 68 долларов за 30 пакетиков затем мы увеличили это количество до 48 после до 54 и наконец сейчас 60 пакетиков мы очень старались добиться самого высокого результата мы договорились с производителем о максимально возможном снижении затрат и приложили много усилий для того чтобы дать вам еще один дополнительный пакетик даже крем вокруг глаз он так всем понравился что нам захотелось дать вам его как можно больше мы использовали двухслойный контейнер который может обеспечивать тепловую защиту поэтому между этими слоями было пространство я спросил производителя можете ли вы немного вырезать внутренний слой чтобы поместилось больше крема и мне ответили что это возможно таким образом мы увеличили объем крема вокруг глаз без изменения формы контейнера сначала мы увеличили его с 30 миллилитров до 35 миллилитров и наконец до 40 миллилитров желая предоставить вам как можно больше продукта мы прилагаем столько усилий чтобы вы могли пользоваться им дольше думаете это все падает с небес мы потом и кровью добились всего этого так почему вы не видите какие они замечательные по качеству и цене почему думаете мы так стараемся потому что жизнь будет только усложняться почему вы не понимаете что можно работать вместе добиваться успеха становиться богатыми настолько что даже сможем решить финансовые трудности наших детей с которыми они будут сталкиваться почему вы не видите наши искренние намерения почему вы этого не понимаете те кто не способен это понять действительно неудачники почему вы не чувствуете искренность в моем сердце люди стали совершенно бесчувственными вам обязательно нужно преуспеть если вам это не удастся вашей жене будет тяжело ваш муж будет всю жизнь работать терпеть придирки своего начальства получать стресс даже если он захочет бросить все и уйти с работы он будет вынужден все терпеть ради своей семьи подумайте о своем муже скажите ему все отдыхай уйди с работы я сама обо всем позабочусь это то малое что вы можете сделать для своего мужа разве вы не любите своего мужа разве вы не давали клятву на свадьбе что вы будете любить его пока смерть не разлучит вас уважаемые мужья что вы обещали своим женам перед бракосочетанием в зале определенно будет мужчина сказавший жене я сделаю все чтобы тебе не пришлось марать руки но когда она спрашивает почему она должна пачкать руки муж покупает резиновые перчатки и вручает они защитят твои руки есть три вещи которые мужчина не должен позволять своей жене делать готовить убирать и стирать ведь вы не служанку домой привели не заставляете свою жену делать все это женщины откажитесь выполнять эти обязанности вам нужно изменить свое мышление как только вы измените свои мысли ваше тело тоже изменится если мы будем вкладывать любовь и менять свое тело мы забудем что такое утомление и недомогание вы знаете почему вы просыпаетесь по утрам с чувством усталости и сонливости потому что перед тем как заснуть вы с беспокойством задумывались о своей жизни думаете это пойдет на пользу вашему телу мы очень часто слышим слово стресс которое оказывает пагубное влияние на наше тело и так что же имеется в виду под стрессом все те чувства что съедают нас это может быть гнев беспокойство и ревность все что наносит ущерб нашему здоровью можно считать стрессом поэтому вам нужно обрести надежду вы должны видеть свет а не тьму вы должны рассуждать так моя ситуация тоже сложная но сперва я должен помочь своему другу или партнеру у которых финансовые трудности я должен усердно работать и сделать это возможным вы должны делать все что от вас потребуется говорить пока не потеряете голос ходить пока не опухнут ноги пока вы с ног не свалитесь не важно как но я помогу тебе добиться успеха повторяйте это пока вы не охрипните попробуйте если вы сделаете это то вместо усталости вы ощутите совершенно противоположное чувство вы будете просыпаться по утрам бодрыми и полными энергии да я собираюсь помочь этому человеку дела идут просто великолепно этот человек вышел из тьмы и может теперь увидеть свет его сердце наполняется надеждой я должен ему помочь осталось совсем немного если вы будете действовать с такой искренностью и уверенностью ваше тело изменится меняйтесь измените представление о себе поставьте близких в центр своей жизни если вы живете только для себя то вы не сможете жить хорошо Библия говорит о вере надежде и любви и затем заявляет что величайшее чувство любовь в ней также говорится что любовь это не забота о себе любовь это не удовлетворение собственных интересов речь идет о помощи другим если вы измените себя все вокруг вас начнет меняться и это может стать огромной движущей силой вашего успеха это мало кому удается но если вы справитесь вокруг вас начнут собираться люди начинайте потихоньку потихоньку так как сложно сразу полностью погрузиться в любовь хотя это и очень сложно сильно полюбить кого-то но если вы поставите перед собой установку полюбить кого-то шаг за шагом то вы в конце концов сделаете это если кто-то спросит меня можете ли вы сразу сильно кого-то полюбить я отвечу нет потому что у меня нет уверенности в этом однако если меня спросит вы сможете постепенно полюбить я бы ответил я попробую я смогу когда Атоми только начинала свою деятельность у нас абсолютно ничего не было не только сотрудники были бедными но даже я основатель Атоми не имел ничего у меня не было денег на аренду офиса из-за моей ужасной кредитной истории однако у нас была вещь под названием любовь я искренне желал чтобы каждый сотрудник мог уйти от бедности и стать успешным я хотел чтобы они стали финансово независимыми я был так одержим этой идеей так решительно настроен что работал до изнеможения в то время я был единственным докладчиком на семинарах представьте мне приходилось вести лекции одному два дня подряд в первый день до обеда я давал двухчасовые лекции после обеда я читал лекции еще 3-4 часа на следующее утро я проводил оставшиеся лекции в то время были моменты когда я чуть не падал в обморок некоторые из руководителей кто это видел говорили господин пак пожалуйста не переусердствуйте так мы боимся что с вами может произойти что-то серьезное и были крайне обеспокоены в ответ я им сказал если я вдруг умру читая лекцию компания преуспеет почему наш президент умер пытаясь сделать нас успешными поэтому мы должны продолжить его дело приложить все усилия и помочь нашим партнерам добиться успеха сотрудники будут вдохновлены примером президента и успех будет гарантирован ну а если не умру компания тоже преуспеет благодаря таким колоссальным усилиям к счастью я жив и мы преуспеваем если вы думаете что работа до потери пульса может вас убить это не так от напряженной работы вы не умрете почему бы и вам не попробовать поработать до потери пульса атомии всегда будет делать все возможное для того чтобы становиться лучше и вести своих участников к успеху я действительно надеюсь что система атомии и неимоверный труд сотрудников даст каждому участнику такую возможность в нашем мире каждый живет для себя не так ли мы все стремимся к тому чтобы извлечь выгоду но я призываю вас перестать думать только о своей выгоде и пользе сфокусируйтесь на успехе вашего партнера еще раз говорю забудьте про свой успех работайте на вашего партнера на его успех в конечном итоге успех вашего партнера обернется вашим успехом и это благодаря компьютерной системе которую мы специально создали возможно эта система кажется неустойчивой но она на самом деле направлена на создание гармонии вы встретились с очень особенной компанией она совершенно отличается от других сетевых маркетинговых компаний перед вами компания которая перепишет историю сетевого маркетинга вы должны хранить огонь любви в вашем сердце решимость добиться успеха поставьте себе цель зарабатывать 50 тысяч долларов в месяц станьте великодушным человеком который может простить убытки которые он потерпел из-за кого-то станьте человеком которого ничто не сломит представьте себя самого в таком образе рисуйте в воображении вашу светлую сбалансированную жизнь и тогда каждый из вас несомненно станет успешным в завершении своего выступления хочу еще раз пожелать вам успеха спасибо за внимание друзья каждый из вас сможет стать спикером на наших онлайн семинарах балхай вам стоит только подать заявку ссылку на форму для подачи заявки мы оставим в описании под этим видео с маркетинг планом компании атоме нас познакомит бриллиантовый мастер Наталья Наталья Тен добрый день добрый день меня зовут Наталья Тен я являюсь бриллиантом мастера компании атоме и сегодня я хотела бы вам рассказать о маркетинг планах компания существует с 2009 года и маркетинг план менялся уже более десяти лет соответственно на сегодняшний день компания работает в следующих странах это соответственно Южная Корея США Япония Канада Тайвань Сингапур Камбоджа Филиппины Малайзия Мексика Таиланд Австралия Индонезия Россия Казахстан и соответственно Германия открытая регистрация в следующих странах это у нас Украина Беларусь Молдова Армения Азербайджан Грузия Таджикистан Узбекистан Туркманистан и Монголия Граждан этих стран мы уже можем и должны регистрировать Воснаграждение они начнут получать только тогда когда атоме официально войдет в страну до тех пор они могут накапливать свои личные пиви что такое пиви я вам расскажу немножечко позже и кроме всего прочего планируется открытие более чем в 60 странах более 60 стран стоят на предверификации сотрудничество с компанией АТОМ но в ближайшие 4 года планируется открытие в следующих странах это у нас Вьетнам, Турция, Великобритания, Германия, Бразилия, Франция, Южная Африка, Аргентина, Италия, Польша и Чехия В 2020 году планируется открытие Китая с 1 апреля с 1 апреля начнется регистрация официальное открытие будет планироваться с июня 2020 года Гонконг начинает регистрацию с 16 апреля это все пока предварительно Колумбия открывает представительство в апреле официальное открытие планируется в июле 2020 года Индия планирует открытие в октябре соответственно Итак, маркетинг план так как мы уже поняли, что компания у нас по сути бизнес в АТОМ это международный у каждой стороны существует своя собственная валюта поэтому была придумана и разработана своя внутренняя валюта это полунты пили то есть если дословно это полунты пили то есть текущая стоимость соответственно у нас есть понятия личные пили и групповые пили так как у нас бинарное построение структуры то есть когда мы регистрируемся на сайте мы под собой, так как у нас бинар мы можем зарегистрировать лишь двух партнеров если дальше мы хотим зарегистрировать еще партнеров соответственно мы начинаем регистрировать уже под них соответственно то есть происходит, так сказать, геометрическая прогрессия так вот, все партнеры, которые зарегистрированы от левого человека условно назовем это левая веточка и соответственно от правого партнера это правая веточка в зависимости от количества личных пилей у нас есть классификация в детское бюдерство ее вам запоминать не нужно потому что когда вы начнете совершать покупки с сайта компьютер автоматически выставит ваш статус соответственно также хочу отметить, что у нас так как у нас бинарное построение структуры у нас бинар неопределен соответственно для нас это огромное преимущество при соединении стран в том числе потому что любой партнер ваш, партнер вашего партнера просто покупатель совершая покупки в своей стране зарегистрированной в вашей структуре соответственно совершая покупки то данные пили от его покупок будут проходить до вас и уходить вверх соответственно будут проходить всем партнерам кто выше него зарегистрирован соответственно у нас есть понятие спонсорские вознаграждения и мастерские вознаграждения сейчас мы с вами рассмотрим спонсорские вознаграждения как я уже сказала существует по личному пили классификация дистрибьюторства также хочу отметить что в компании Атоми нет обязательных ежемесячных обязательств то есть но единственное условие компании Атоми это раз в год совершить покупку со своего айди на 200 рублей для того чтобы компьютер распознал что вы есть живой человек потребитель или дистрибьютор и дабы сохранить вас в этой структуре вашу вечеречку вы должны совершить покупку раз в год на 200 рублей итак классификация дистрибьюторства как только вы зарегистрировались вы начинаете регистрировать ваших партнеров если ваши партнеры начинают совершать покупки мы ничего не зарабатываем до тех пор пока мы сами не покупаем а на 10 тысяч пиви это именно та цифра с которой мы можем претендовать на вознаграждение 10 тысяч пиви это примерно на крупном эквиваленте 1800 рублей итак классификация от 10 тысяч пиви до 299 тысяч пиви мы являемся таком представителем от 300 тысяч пиви до 699 мы являемся агентом от 700 тысяч до 1,4 миллиона мы являемся спец агентом дидер это у нас 1,5 миллиона до 2,3 миллиона и эксклюзивный дистрибьютор это у нас 2,4 миллиона это максимальное количество пиви которое мы набираем на свой день далее конечно вы также можете набирать но смысла нет потому что они просто в расчетах не будут учитываться итак давайте с вами сейчас рассмотрим спонсорские вознаграждения спонсорские вознаграждения у нас с вами складываются из степа всего в месяц выплачиваются спонсорские вознаграждения 4 раза по вторникам но складываются они у нас как я уже ранее сказала из степа в неделю у нас может сложиться 6 степов так как у нас воскресенье считается выходной день в сутки у нас может с вами произойти только лишь один степ соответственно итак когда наших личных пиви 10 тысяч и в совокупности с левой ветки и с правой ветки у вас проходит минимально от трехсот тысяч пиви за этот шаг компания Атомова выплачивает полторы тысячи рублей следующая ситуация когда ваших личных уже триста тысяч пиви и также у вас веточек проходит хоть трехсот тысяч пиви слева и триста тысяч справа компания Атомова за это вам выплачивает около четырех тысяч рублей структура у вас начнет потихонечку расти и веточках у вас будет копиться уже больше пиви соответственно тогда есть смысл и свои личные также увеличить до семьсот тысяч когда мы отлично уже семьсот тысяч и в левой и в правой веточке у вас проходит под семьсот тысяч пиви соответственно за этот шаг мы получаем уже около восемь тысяч рублей тогда моих личных полтора миллиона и в левой и правой ветки проходит от полутора миллиона за этот шаг компания Атомова выплачивает около 15 тысяч рублей когда моих личных два миллиона четыреста и веточка проходит от двух миллион четыреста влево это минимальное значение и в правой ветке за этот шаг компания нам выплачивает 22 тысяч рублей и сколько таких степок у вас сложилось компьютер все это соберет посчитает и в следующий вторник вам будет денежные средства хочу заметить такую вещь например у вас лично семьсот тысяч в левой ветке у вас набралось семьсот тысяч а в правую у вас набралось допустим триста а как я уже ранее сказала триста это у вас скажем так первый шаг для среза вы получите вознаграждение но поменьше лет поэтому нам надо всегда соблюдать баланс держать его если увидите что у вас такая ситуация происходит находите нового партнера и подписывайте его более слабую веточку соответственно это были спонсорские вознаграждения помимо спонсорских вознаграждений у нас есть мастерские вознаграждения хочу сказать что у нас изначально есть семь степени мастерства первая самая ниша это у нас мастер продаж далее у нас является бриллиантовым мастер следом это мастер шармской розы далее у нас идет стар мастер роял мастер краун мастер и империал на мастерство мы начинаем претендовать когда наших личных пили под семьсот тысяч то есть пока у нас меньше мы на степл зарабатываем на спонсорские вознаграждения чтобы стать мастером продаж еще такой момент хочу сказать вам на мастерство мы заходим в месяц мы можем зайти в месяц два раза с 1 по 15 число либо 16 по 31 для любого мастера условия и сроки одинаковые и так за две недели чтобы стать мастером продаж нужно иметь личных пили 700 тысяч и в веточках в левой и в правой ветке у вас должен пройти оборот от двух с половиной миллионов рублей если у вас произошел такой оборот то есть пять миллионов собаков минимально и ваших личных семьсот тысяч восстановите мастер на продаже мастерские вознаграждения вы получаете около тридцати тысяч рублей спонсорские это понятно да у нас степы могут быть и по 300 и по 700 то есть мы можем получать и как за степы за 4000 и как по 8000 соответственно спонсорские тут может быть более более да то есть в среднем это восемь степов но смотрите получается по сути две недели если мы не считаем только воскресенье то есть всего максимально за период у вас может сложиться соответственно двенадцать степов вот но для мастерства по практике хватает восемь шагов то есть восемь степов чтобы выйти на мастера продаж то есть мастерские вы получаете около тридцати тысяч рублей а спонсорские соответственно сколько у вас сработало степы в среднем мы говорим что это получается около шестидесяти тысяч рублей вместе то есть мастерские плюс спонсорские также когда вы достигаете уровня мастер продаж это единовременно выплачивается вам следующие подарки это у нас набор фрейм по ходу за кожей я могу вам сказать это в рублях то есть это около 7000 рублей также набор химахим наш бестселлер это шесть тысяч рублей и набор и микер это уход наш соответственно всеми любимыми это 2400 рублей это у нас был мастер продаж чтобы стать бриллиантовым мастером вам нужно иметь лично полтора миллиона пюли и в левой и в правой веточке с вами одновременно должны либо вырасти либо вырасти либо подтвердить свой статус по два мастера продаж в левой веточке по мастера продаж и в правой бриллиантовым мастер у нас получает вознаграждение это я все рассказываю да напоминаю вам за две недельки около пятидесяти пяти тысяч рублей плюс ну соответственно степы да мы понимаем спонсорские вознаграждения и ну примерно это получается опять таки если по минимально то это где-то получается около ну в среднем скажем так это две с половиной тысячи долларов две с половиной тысячи долларов это у нас у бриллиантового мастера и там уже единовременно он получает следующий подарок это набор фейн 7000 напоминаю набор хима хим 6 тысяч набор и линдя и планшет это у нас бриллиантовый мастер мастер шаронской розы чтобы стать мастером шаронской розы нужно иметь лично 2 миллиона четыреста и веточках у вас должно также либо подтвердить свой статус либо вместе с вами стать по два бриллиантовых мастер соответственно мастер шаронской розы именно мастерские вознаграждения получает за две недели около 150 тысяч рублей также он получает денежное вознаграждение в размере 110 тысяч рублей и путешествие на двое 3 ночи и 4 дня это у нас мастер шаронской розы далее у нас идет стар мастер чтобы стать стар мастером нам нужно иметь составлять лично 2 миллиона четыреста и соответственно в левой и в правой ветке иметь по два мастера шаронской розы стар мастер у нас получает мастерские вознаграждения около 300 тысяч рублей также он получает денежное вознаграждение в размере пятьсот пятьдесят тысяч рублей путешествие на четверых три ночи четыре дня это у нас стар мастер и и конечно же спонсорские вознаграждения об этом не забываем итак следующее у нас мастер это royal мастер чтобы стать royal мастером нужно иметь два миллиона четыреста личных и под собой надо иметь в левой и правой веточке по два стар мастера royal мастер у нас получает мастерские вознаграждения в размере шестьсот тысяч рублей это мастерские плюс соответственно спонсорские royal мастер получает подарки это у нас машина бизнес класса путешествие на четверых 10 дней 11 значений денежное вознаграждение в размере два миллиона семьсот тысяч рублей и корпоративную карту кредитную в размере 110 тысяч рублей чтобы стать краум мастером нужно иметь лично два миллиона четыреста и в веточках нужно иметь слева и справа по два royal мастера соответственно краум мастер получает денежное вознаграждение мастерским в размере девятьсот тысяч рублей и также при достижении первый раз этого статуса это единое время на неделю что выплачивается дарится следующее это путешествие на четверых 10 значений 11 дней машина класса люкс денежное вознаграждение в размере 16 миллионов рублей и также корпоративная карта в размере двести семьдесят тысяч рублей номинар и вот по поводу корпоративной карты хотела уточнить следующую вещь вам выдается карта 200 просто часто возникают такие вопросы вам выдается карта в размере двести семьдесят тысяч рублей на конец месяца если у вас есть какой-то остаток по этой карте этот остаток у вас его забирают и с первого числа вам пополняют заново двести семьдесят тысяч рублей далее у нас идет империал чтобы стать империалом нужно иметь два миллиона четыреста личных пыли и в левой и в правой веточке у вас должно быть по два краум мастера империал мастера у нас получают мастерские вознаграждения миллион пятьсот пятьдесят тысяч рублей также ему дарятся подарки единовременно это путешествие на четверых десять ночей одиннадцать дней также оплачивается офис площадью он получает корпоративную карту кредитную соответственно на пятьсот пятьдесят тысяч рублей мы помним да что она ежемесячно пополняется на эту сумму и на сцене вам президент Паханги вручить денежное вознаграждение в размере пятидесяти пяти миллионов рублей соответственно так что вы видите какой у нас маркетинг вам очень интересный и сейчас у нас уже в россии есть первый стар мастер он же первый мастер шаронской розы это Юрий Цой соответственно у нас есть и мастера шаронской розы и бриллиантовые мастера и мастера продаж это все живые люди вы можете с ними со всеми познакомиться они с удовольствием с вами поделятся своим опытом а то он расскажет вам о своем пути успеха поэтому у нас у каждого есть шанс дойти до империала так что все в наших руках спасибо за внимание до свидания я хочу вам покажу вам Наш партнер из Сочи, Вероника Заброда, подготовила для нас сегодня обзор на мультивитамины для детей. Приветствую, друзья, коллеги и партнеры. С вами Вероника Заброда из Солнечного Сочи. Я всегда за овощи и фрукты, но бывают такие ситуации, когда дополнительные витамины просто необходимы нашим маленьким деткам. В этом случае подойдут натуральные и безопасные мультивитамины от компании Атоми в виде мармеладок со вкусом манго. Детям их можно принимать с полутора лет. В такой коробке содержится 6 упаковок, а в каждой упаковке по 10 мармеладок. Упаковка очень удобная, маленькая. Это зип-пакет, который плотно закрывается. Его удобно брать с собой в дорогу, на дачу, куда бы вы ни шли и ни ехали. В упаковке содержатся вот такие мармеладки, вкусные и полезные. Коробки хватит на 2 месяца приема, так как принимать нужно по одной мармеладке в день. И обязательно спрячьте эти вкусняшки подальше от своих деток, так как они их постоянно разрядят съесть побольше. Знаю по своему опыту. Давайте посмотрим и разберем, чем они так хороши, мультивитамины от компании Атоми. В первую очередь это состав. В них содержится 10 видов витаминов А, В1, В2, С, Д, Е и другие. И два вида минералов, селен и цинк. Мультивитамин это 100% натуральный продукт, без сахара и искусственных красителей. Мультивитамины от Атоми укрепляют иммунитет ребенка, укрепляют кости, зрение, влияют на его умственную активность, придают сил и энергию ребенку. А также витамины комплекс содержит олигосахариды. Это важный компонент, который содержится в грудном молоке. Олигосахариды способствуют впитываемости полезных веществ и вымывают токсины, шлаки, тем самым повышая иммунитет ребенка и повышая устойчивость детского организма к инфекциям. Еще помните, чтобы продукт назывался для детей, он должен проходить определенную сертификацию. В компании Атоми всегда заботятся о качестве продукции. И знак GMP на упаковке это тому подтверждение. Хочу еще оставить свой отзыв по поводу этих витаминов. У меня ребенок всегда рос здоровым, сильным, всегда хорошо кушал, был очень активным, жизнерадостным. Но когда он пошел в садик, его иммунитет ослаб, он стал мало кушать, похудел. Тогда я ему заказала детские мультивитамины от компании Атоми. После их применения его состояние улучшилось, он стал меньше болезн, стал опять активным, набрал вес, чему я очень рада. Как и для любой мамы, для меня самое важное это здоровье моего ребенка, как и для вас я уверена. Поэтому, друзья, выбирайте для своих сокровищ все самое натуральное и безопасное. Берегите себя и своих близких. Спасибо и до новых встреч. Мастер продаж Елена Еремеева расскажет нам несколько нестандартных способов использования продукции Атоми. Давайте послушаем. Я попала в команду Балхай Атоми, познакомилась с продукцией Атоми, у меня появилось новое хобби. Я записываю нестандартные применения продуктов, которые не предусмотрены их техническими характеристиками, скажем так. Но мы начнем с самого простого, это пробиотики. Казалось бы, что может быть проще, пленивых внутрь запил водой. Но у нас люди придумали рецепт йогурта. Натурального йогурта в йогуртнице из пробиотиков. Очень полезная добавка. Получается очень вкусная. Рецепт можно спросить у Ольги Поляниной. Она поделится на хорошую. Следующий, например, продукт, это пластин. Казалось бы, мы все о них знаем. Они охлаждающие, действуют как более удаляющие. Причем удивительно, что при этой незаложенности носа, из-за того, что там содержится эвкалипт, они тоже помогают вам дышать. И из последних таких нестандартных применений в условиях сорковой температуры в Нижнем Новгороде, сорокоградусской, было выявлено, что когда душно, жарко и нечем дышать, наклеиваете маленький кусочек пластыря, и у вас откроется второе дыхание. Становится не так тяжело пережить жару. И это очень помогает. Хотя, нигде не заявлено об этом. Следующий продукт, это маски Солюшан. Очень хорошие. Используются за счет того, что они гелевые и насквозь пропитанные соответствующим отвагным стратам. Семей. Они используются у нас не только на лице. После того, как мы внесли их на лицо, мы их убираем в холодильник. Спустя какое-то время мы их используем, кто на зону шеи и декольте, кто на локоточке, если они сухие и нуждаются в зубам на цене увлажнение, кто на пяточке. Эффект ошеломительный, нравится всем. Например, взять хотя бы пеночку из сели вечерний уход. Я сама стала свидетелем истории, когда с помощью пенки помылись. Тот, кто выдавил слишком много пенки на руки, пришлось идти и с ней мыться. Эффект был ошеломительный. Кожа мягкая и шелковистая. Я слышала, что при поездке в Турцию кто-то из мужчин с ней даже брился. Но это поможет только при маленькой щетине. Большую не проблете. Опробовано уже другим участникам, услышав подобное. Они не постеснялись и провели эксперименты. Говорят, с нашей жесткой щетиной не сработало. Но на короткую может пойти. Вот плотная текстура вполне заменяет гель для платья. Например, наше жидкое мыло. Все, кто сталкивались, знают, что оно очень хорошо очищает. Поэтому пока не было в продаже ультрабоди-рич, многие умудрялись с ним мыться целиком и полностью. Мыли голову. Некоторые даже брились. Тут уже люди подбирают. Кому чего больше понравилось. Мы потом слушаем вот эти вот нестандартные применения. И повторные исследования в этой же области показывают, кому чего больше подходит. Зависит от их типа кожи. Он хорошо очень успокаивает раздраженную кожу. И после платья помогает. Можно даже так использовать. Интимку, например, подменялась и повышенной потливости. То есть, так как она дает ощущение свежести надолго в той сфере, где она должна подменяться. У нас некоторые женщины рискнули, подружками помыли и остались очень довольны. Так что все, кто постоянно спрашивает про дезодоранты в одноме, их нет. Но вы можете попробовать обойтись теми средствами, которые есть. Может вам что-то подойдет. Еще, например, шампунь с колпкея. Вообще чудо из чудес. Им у нас мыли кота. Кот был доволен. Стоял спокойно и дергался за счет эффекта, что он охлаждает. Кот кайфовал. Хотя обычно мыть не давал и истевил. И многие люди теперь вместо обычного нормального мытья, когда сперва сверху не смоем голову, потом тело и так далее, придумали новую схему. Они теперь намывают тело и потом только намывают голову. И когда пеночкой смывается холодник и течет от ментолы, холодок пробегает по чистому телу, и это очень хорошо подлит. Потом у нас очень нестандартно была воспользована шестиступенька. Казалось бы, это для ухода за лицом. Но получив ожог на руке термический, я столкнулась с тем, что как бы любая одежда из-за одевается внутренняя поверхность руки и тут же натирает рану. Перевязывать неудобно, потому что так же натирает и мешает. Я подумала, что мне надо средство, которое хорошо увлажнит кожу. Нанесла тонер и питательный крем. Тонер у меня увлажнил и помог всему составу питательного крема поступить глубже в кожу. Успокоилась кожа, снялось раздражение, перестала стягивать кожу. Я осталась очень довольна. И быстрее пошел ожог. Единственное, не рекомендую наносить сразу после ожога. Надо подождать, когда восстановится хотя бы какой-то слой верхний. Потому что питательный крем – это питательная среда для всех микробов, бактерий, чтобы вы не занесли заражение никакого. То есть это не сразу после ожога делается. Потом, мои любимые средства – это средства по уходу за полостью рта. Казалось бы, маленькая коробочка. Что в ней может быть? Это кладезь. У нас есть замечательная зубная паста, которая у нас уже заслужила славу аптечки. Когда в наборе паста подходит к концу, мы бросаем ее в сумку и носим с собой любые мягкие раны, всадьбы, укусы насекомых. Так как за счет прополиса и зеленого чая она дает ранозаживляющий эффект и успокаивает раздраженную кожу. Она прозрачная намазов. Ее не остается след, когда высыхает. Она незаметна и очень поэтому удобная в использовании в любом месте. Потом она безвредная. Вы можете применять ее даже на маленьких детях. Помогает справиться с воспалением. Очень хорошо снимает болевые ощущения. Уменьшает отечность. Потом, 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 потом. У нас есть очень, очень мощное исследование, что убивает все запахи пластелки белья. Есть у нас одна девушка. Она любит нестандартное применение стандартных средств. Добавила капельку зубной пасты. Ей понравился ее аромат. Стаканчик с водой. Размешала хорошенько и залила в отсек для ополоскителей в стиральной машинке. Теперь она так стирает куклами полотенца и вонючки, носки, ножа. И очень довольна, потому что запаха не остается после стирки на вещах. А раньше ни одно следствие не справлялось с этим. Помимо всего прочего, у нас есть в таком наборчике еще зубная щетка, которую люди не только могут почистить зубы, но и почесать десна. Тем, у кого протезы, вместе с зубной пастой можно снять протезы, намазать пасту на щеточку и протереть воспалившиеся и натертые после протезов места. Вы снимете все болевые ощущения, и у вас уменьшается область воспаления. Самый чехольчик, он тоже чудесно замечательный за счет того, что очень качественно проработан, и застежка у него уникальная. И сколько бы вы раз его не открывали-скрывали, она не ослабевает. Поэтому у нас используют их как чехольчик для очков, очешник, как пенал для ручек, как кошелечек скрытый, в который можно бросить маленькую сумочку, спрятав туда, допустим, платочек, внутрь заложить деньги. То есть никто у вас не утянет такой чехольчик, чем бы он внутренне был наполнен, вы можете сберечь на большую сумму. Или большую. Вот. Самое, наверное, важное – это хим-ахим. Казалось бы, БАД, который вам помогает очистить себя изнутри. Но он настолько дает широкий спектр действий и возможностей, что мы каждый раз удивляемся, узнавая его побочные приятные действия на организм людей и не только людей. Слышали уже несколько историй, как хим-ахимом отпоили животных, которые уже очень старенькие. Они возвращаются в жизни, у них возобновляется движение, начинают ходить, к еде появляется интерес. Это очень важно для всех, потому что братья наши меньшие, беззащитны. И нам важно помочь, иногда даже многим больше, чем себе. Вот. Тут главное начинать помаленьку. Учтите все-таки, что у них рисовая категория другая. Потом смазываем также воспалившиеся места ранки. Не рекомендуется, конечно, большие кровоточащие раны, потому что он имеет кровоожижающий эффект. Но воспаление мелкие ранки он заживляет на уровне. Не пугайтесь. Свет остается темноватый. Когда он высыхает, это все потом легко отмывается. Вот. Хим-ахим помогает попеломам быстрее отваливаться. Когда у вас идет ощущение изнутри и снаружи, разобесывая пакетик, вы вымазываете его на себя до конца, вы быстрее распрощаетесь с попеломами, с болячками. Больные суставы им мажут, чтобы воли не было. И людям помогает. Очень надеюсь, что у вас найдется тоже несколько ярких примеров, которые попадут в мою копилку. И вы поделитесь с нами в чате с обзывами о продукции Атоми. И я обязательно запишу. И если вы назоветесь, то укажу еще и авторство этого метода. Всем приглашаем вас на 12-й лидерский клуб Балхай. Мы подготовили для вас совершенно новую программу и к каждому участнику подарок. Приезжайте к нам, вдохновляйтесь и работайте дальше. А я предлагаю посмотреть видеоотчет о том, как проходил 11-й лидерский клуб Балхай. Заботится обещать, создавать видение, следовать вере, служить в сменении. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok